пожалуйста не ассоциируйте себя с нациями и расами и не разделяйтесь на течение масса вы следуете за ураном а вот я же эту мысль до конца не довел начнем его немножко с засчитывания вопросов ассалам алейкум томсо скажи не скучаешь ли ты во первых ты моё имя почему-то пишешь через букву тумсо это непонятно ошибка просто тумсо не скучаешь ли ты и твоя семья по реальной жизни на родине или думаешь ничего можно жить и на чужбе не варикам ассаляма ну я если я тебе скажу что мы вообще не скучаем не знаю будет ли это правда наверное бывают какие-то моменты когда такой раз что-то особенно на наши праздники типа когда родственники живущие дома прощают друг друга собираются общаются че гоняют ты не имеешь этой возможности ну наверно какая то есть такая ностальгия по этой теме но так в целом не не то что жить можно целом это даже даже не сложно если если кто-то думает что это прямо так тебя напрягает каждый день ты встаешь там у тебя какие-то мысли о родине не такого не бывает не знаю может некоторые говорят к старости такое происходит люди начинают больше ностальгировать по родине но пока таких проблем в общем то у меня нет и у меня и у моих семьи тоже вроде как не наблюдается таких проблем ну а членов семьи говорит принципе не приходится дети они вообще здесь кто-то здесь родился кто-то здесь вырос им-то и не почему ностальгировать для них принципе вся их все их детство их друзья все здесь то есть им почему они будут скучать а для нас для более взрослых людей наверное вот такие моменты бывают когда хочется вдруг но это не это бывают какие-то определенные моменты и это не абсолютно не так страшно вот если к старости доживу до старости и расскажу вам если я к тому времени буду еще здесь не на родине то расскажу вам как каково это ощущается но вообще с когда с взрослыми людьми разговариваешь у них конечно заметно что они больше скучают им как-то сложнее в общем это все дается при посланнике не было ни течение не мазхабов не нации не раз это все стратегические проделки иблиса для удобства разделять уму и нести ложь тут и не поспоришь честно говоря но я думаю что появление мазхабов различных течений пониманий в религии это принципе естественные процессы являются ли являются ли эти естественные процессы проделками иблиса но наверное да не знаю об этом лучше наверное с людьми знающими поговорить с религиозной точки зрения как это но в целом что это логически объяснимо и это естественный процесс который коснулся и других религий которые были до ислама и что ислам от этого никак не защищен понятно что в любом случае это будет плюс сам пророк беременности аллаха предрекает это в своем одессе он говорит что ума моя ума разделится на 70 73 течение из них 72 из них в огне то есть это я не могу ответить на вопрос проделки ли это иблиса наверное скорее ослоняюсь к тому что да но это все таки такой естественный процесс и неизбежный то есть сейчас хвататься за голову и говорить о как что с этим делать как это исправить мы это не исправим по-любому это будет потому что сам посланник аллаха мир ему и восстановить аллаха нам об этом сообщил поэтому это нужно просто принять и нужно понять что среди этих многочисленных течений практически все они являются заблудшими кроме того того одного пути и что это забудет а тот который на котором был посланник аллахом и его сподвижники а вот другое дело уже как понять какой из этих тот самый путь для этого нужно изучать нужно интересоваться нужно в этом разбираться да конечно каждая из этих забудших течений говорит что это именно они на том на чем был пророк беременности аллаха на чем были сахары но если ты когда ты точнее начинаешь в этом разбираться то есть изучать это то ты очень быстро понимаешь что тот кто например говорит что он на этом пути но при этом скачет бегает в каждом его апеллирование на религию там не не пророк минусами аллаха там не адисы не аят и там у него какие-то святые угодники вот они сказали здесь понимаешь что это явно не тот путь когда ты видишь что сторонники какой-то какого-то течение заявляют что они на истине что то на чем они это вот на и на этом был пророки были сахары и минимум снял лага это будет довольно всевышний аллах 7 сподвижниками и то же время ты видишь что то что они делают какие-то там облиды праздничные какие-то мероприятия ты смотришь в сумму ты там этого не находишь то ты очень быстро как бы рид начинаешь ориентироваться что эти люди просто заявляют об этом но по факту это одно из тех течений которые забудшие поэтому просто нужно немножко в этой в это окунуться немножко поизучать разобраться и иншаллах откроет для вас истину пожалуйста не ассоциируйте себя с нациями и расами не разделяйтесь на течение масса вы следуете за ураном а вот я же эту мысль до конца не довел отвлекся так вот с религиозными течениями если понятно то появление нации это тоже такой естественный процесс реакции на какие-то там исторические события и ну так уже повелось национальные страны это наверное такой продукт конца девятнадцатого и двадцатого веков до этого действительно не было такого разделения по крайней мере такого явного но это тоже произошло уже люди себя ассоциируют с нациями с народами получится ли этот процесс когда-нибудь в обратную сторону погнать чтобы и люди оставили эти разделения я не знаю я не буду здесь выступать в роли предсказателя но есть если такое произойдет конечно я против этого не буду но и наличие национальности народности я не считаю это какой-то проблемой если люди нас но на основе этого не начинают там возноситься на другими то есть когда это все естественный процесс люди во всем мире так живут и если это не вредит нам то это нормально другой вопрос вредит ли это нам и в этом можно найти действительно и и вред но когда я об этом думаю я ставлю вопрос так а если убрать то этот вред для от разделения уйдет ли он я прихожу к ответу что нет не уйдет то есть проблема здесь не в том что мы ассоциируем себя там с тем или иным народом проблема она сидит гораздо глубже мы пришли к этому к ассоциированию себя различными народами нациями мы пришли к этому в результате тех проблем которые появились тех факторов да или давайте так скажем не будем говорить проблем тех факторов которые появились может дать и этого пришли к этому что мир разделился на национальные государства и люди стали ассоциировать себя с тем или иным народом нации и вот сейчас если это убрать вот те факторы которые к этому привели они уйдут ли я думаю нет не уйдут вот Субтитры создавал DimaTorzok